Всем привет! Сегодня поговорим о нашей модифицированной стойке на 36 FPGA-карт и посмотрим на ее возможности. Ну вот, собственно, и наша стойка. Как можно сразу заметить, она зеленого цвета, так как сделана как OEM-продукт для наших партнеров компании AET Technologies, которая занимается разработками в сфере FPGA-карт. Дополнительный функционал стойки в основном касается совершенствования системы управления и мониторинга. Все эти модификации доступны также и для охлаждения асиков и GPU-карт. Данная стойка оснащена экранами, на которые выводится информация о состоянии всей системы. То есть контролируется работа насосов внутреннего и внешнего контура, работа вентилятора градирни, показано состояние всех ригов в стойке. Также выводится информация с датчиков контроля температур и давления контура охлаждения. Показано энергопотребление вычислительного оборудования и потребление стойки на собственные нужды, то есть на систему охлаждения. При превышении заданных параметров система управления отключает либо одну ячейку, если аварийная ситуация возникла локально в ней, либо сразу всю стойку, если превышение заданных параметров наблюдается во всей цепи. Все это отображается на экране и сразу можно видеть, проблема возникла с одним ригом, либо со всей стойкой. Как и говорилось, на главном экране у нас отображается вся информация о состоянии оборудования и самой стойки в процессе майнинга. Но также вы можете видеть и дополнительные значки, нажав на которые отображается определенная информация. Если нажать на иконку в виде лампочки, мы увидим всю необходимую информацию, касающуюся энергопотребления стойки. Если нажать на иконку памяти, мы попадаем в так называемый лок, где ведется отчет о работе стойки. Отчетный период, за который собирается статистика, можно задавать самостоятельно. Доступно также инженерное меню, в котором можно проводить отладку функционирования всей стойки, включая вычислительное оборудование и систему охлаждения. В этом режиме допускается работать только компетентным пользователем. Также для безопасности можно установить пароль для входа в систему, без которого невозможно будет произвести каких-либо изменений в работе стойки. Также стоит отметить, что данная система позволяет управлять стойкой и дистанционно. Сама стойка вмещает в себя 36 FPGA-карт по 9 карт в каждой ячейке. На данный момент у нас загружена одна ячейка, параметры работы которой вы могли наблюдать на экране. Как мы говорили в нашем прошлом обзоре, ссылку на который вы можете найти в описании, конкретно для алгоритмов Nolix Token и SkankHash FPGA-карты превосходят GPU в 12 раз. Соответственно, одна стойка на FPGA-картах может заменить нам 432 карты 1080 Ti. Более того, при такой высокой производительности FPGA-карты еще и имеют меньшее энергопотребление. Итого, мы имеем высокую производительность, низкое энергопотребление и возможность направить эту мощность на добычу различных монет в зависимости от имеющихся битстримов. Вот и все на сегодня. Если у вас остались вопросы, пишите их в комментариях. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк этому видео. Всем пока!